Насколько вероятно глобальное падение фондового рынка в перспективе 6, 12, 24 месяцев? Все ли акции, кроме золотодобытчиков, упадут при наступлении глобального кризиса? Если да, то на сколько процентов от текущего уровня, диапазон? Михаил, не знаю, ну то есть понимаю, что хрустальный шар – это неблагодарное занятие, но если убирать жесткие временные рамки, то коллапс неизбежен. И какие уровни падения, если смотреть на Америку времен Великой депрессии, иными словами, стоит ли, например, ждать «Газпром» по одному доллару? Больше такой вопрос спекулятивный, и люди, которые давно в клубе, как минимум 3-6 месяцев, они такие вопросы не задают, потому что у нас задача не стоит прогнозировать, а что будет завтра. То есть по-прежнему объем кредита в мировой экономике очень большой, сама экономика замедляется. Будем ли падать? Да, будем. Как долго будем падать и на сколько можем упасть? Никто сказать не может. Но падение от текущих значений в пределах 50% по индексам, оно вполне возможно, даже 60%. Если индексы падают на 50-60%, мы в любом случае видим компании, которые упадут и уже никогда не восстановятся. Особенно эта компания с высоким уровнем долга, компания, у которых бизнес-модель была завязана на левердж, то есть бизнес-модель с использованием заемного капитала. Эти компании упадут и не вырастут. Будут компании хорошие, которые тоже упадут сильно вместе со всеми рынками, и их просто спасут. И здесь важно иметь возможность купить такие компании и найти такие компании. И будут компании, которые на самом деле хорошие, качественные компании, которые упадут вместе со всем рынком, потому что, когда рынок падает, начинаются проблемы с ликвидностью. Когда рынки падают, то в этом случае падают все. И хорошие, качественные компании падают не потому, что они плохие или у них какие-то проблемы могут быть, а они падают из-за риска дефолта банков. Раз они падают из-за того, что наступают маржин-колы, брокеры требуют предоставить дополнительное обеспечение. В этом случае продается все, абсолютно все. То есть мы это уже наблюдали, как в марте месяце у нас падало золото, казалось бы. Почему падает золото, когда оно является защитной гаванью? Золото падало, потому что начались проблемы с ликвидностью. Начинаются маржин-колы и продаешь все, и в том числе золото, чтобы покрыть эти требования. Поэтому вот ждать Газпром по одному доллару, опять это пальцем в небо. Правильно заметили, что и хрустального шара мы не имеем, и гадать на кофейной гуще тоже неправильно. поступаем по ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова